приветствую всех на канале четкая тема она действительно четкая и сегодня у нас на обзоре вот такой redmi ix 3000 долго долго выбирал вай фай 6 у меня кстати в ноутбуке тоже на шестерку на вай фай стоит оборудование и в старом ноутбуке новом я платы меня об этом я снимал по моему обзора может не снимал но суть не в том долго выбирал и набрел вот на такую модель которая хвалит абсолютно все ну теперь мы ее будем тестировать сразу скажу что продавец положил вот такой переходник потому что там вилка китайская да и он вообще весь если по сути мы посмотрим все на китайском кроме некоторых моментов которые там написаны но абсолютно все на китайском кстати настройки настройки они тоже на китайском роутера но я покажу как их сделать чтобы они были на русском в коробочке находится у нас блок питания роутер и проводок право буковом нам не нужен буду я подключать своей домашней сети вот все остальное нам пригодится вот вытащил из коробочки сам роутер мы чувствуется такой мощь прям вот мощь два индикатора у нас спереди 4 антенны ну будем думать что прям вот нас это все порадует особенно скорость интернета кстати вот есть qr-код для установки приложения на телефон видимо так инструкции но она тоже вся на китайском по картинкам здесь может разобраться есть человек достаточно продвинутый то он сможет разобраться так все 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 на китайском языке но это не страшно нож когда-то начинать его изучать мы переходим к настройкам роутера давайте посмотрим его нужно найти вот он у нас высвечивается подключаться автоматически подключиться так вот вот пошло соединение у нас вот прочитал согласится начать сейчас ридми приветствует но видите уже на русском языке почему на русском потому что я предварительно узнав про данный роутер я установил вот такое вот приложение вот он плагин переводит интерфейс китайской прошивки роутер акса вами д.д. свертак русский вот адрес до 192 168 31 1 про версии не активно ну и не стоит ее активировать скорее всего но это вам на всякий пожарный случай вот переходим начать сейчас все он у нас подключается настройка вай фай пароль 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 вообще интересная штука пароль мы ведем которые у нас будет непосредственно пароль не будем же мы оставлять сеть открытый здесь ридми ридми мы назовем его бриз киндер вот будет у нас бриз киндер но смотрите я тут перезагрузил роутер и пришлось его еще раз перезагружать чтобы он снова подключился к сети то есть вот вы вводите вот ридми бриз киндер как вы видели мы можем свойства посмотреть вообще что он сейчас нам выдает 2 и 4 гигагерца двести восемьдесят семь сто сто сорок три так 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 ну вот такие вот настройки но вообще меня больше интересует конечно g5 вот этот пятая на пятерочке мы будем сидеть иначе бы я просто не покупал этот новый роутер управляйте своим роутером в любое время в любом месте отсканируйте чтобы загрузить приложение управляйте здесь он просит пароль маршрутизатора ну соответственно вводим пароль так как мы в него вошли по идее он должен нас пропустить но вот здесь вот сохраняем это все вот здесь указано сколько устройств подключено устройство одно подключено на 5 гигагерц и на 4 2 и 4 0 давайте так как вот ну посмотрите он такое такое скудное скудное меню нас больше интересует интернет давайте зайдем сюда в настройки посмотрим двойной вайфай сильное шифрование автоматически ширина посмотрим ну ширину посмотрим давайте вот так вот это у нас на 2 и 4 гигагерца на 5 гигагерц у нас будет у нас будет вот это настроечка ну у нас получается мощность на максимум и там и там скрывать мы сеть не будем она включена принципе чего у нас интернет давайте в интернет зайдем он уже у нас все нашел автоматический dns у нас вот так походим по настройкам вот у нас интернет он такой высокоскоростной и в принципе ничего здесь больше делать ты не надо скорость вам порта установлена колонирование переключения так достаточно такой интересный безопасность посмотрим здесь у нас черный белый список старый новый пароль локальная сеть локальная сеть оставим пока здесь ничего трогать не будем ну для первоначальной настройки я думаю прям 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 очень замечательно и вот размер файла прошивки рекомендуем обновить выполним вот и все настройки выполнены подключена нам 2 и 4 гигагерца устройство одно устройство это которое сейчас непосредственно работает вот уже я так понимаю что пошло пошло соединение с интернетом стабильное такое это мой канал четкая тема так давайте знаете что мне интересно подключено защищено мне интересны вот данные 172 на 88 и давайте проверим скорость на 2 и 4 вот у меня скорость интернета я вот ради этого только это все начинал всю эту историю спид тест сейчас он найдет нам оптимальный сервер давайте стартуем уже потому что оптимальный сервер под этот роутер наверное очень сложно найти давай родной вот наконец-то проглючила нажимаем go и смотрим скорость на 2 и 4 гигагерца что он нам сейчас выдаст достойно на 2 и 4 вообще зачетно можно сказать для моего причем если я проверял на компьютере напрямую примерно такая скорость и есть скорость по сети 100 мегабит давайте дальше смотреть вау то есть интернет должен быть достойный даже на 2 и 4 гигагерца прям замечательно прекрасно удивительно осталось теперь только давайте еще раз проверим осталось теперь единственное наверное подключить всю технику а я и насчитал около 8 или 9 штук у меня 4 ноутбука 4 смартфона по дому ну и так некоторые моменты айпи приставка то есть вот именно из-за этого я это все и замутил ну нравится 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 чего чего хочу сказать нравится 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 мне все прям стабильно скорость держит в общем чего я обратил внимание я когда вот здесь вот менял мегагерца ширину я не нажал кнопку сохранить вот или нажал но зашел у меня 20 40 мегагерц ну я так понимаю что в моем доме куча роутеров и сидят они на одной и той же волне поэтому на сороковнике прям проверил еще раз и скорость повысилась 413 293 мы можем еще раз тест провести ну тест нам возможно ничего нового не выдаст но тем не менее попробуем попробуем он то же самое те же самые данные он нам выдает но стабильно то есть скоро сейчас стабильно до этого у меня было на старом роутере чуть чуть попозже его покажу там было 20 30 здесь вот можно сказать роутер выдает скорость как по проводу есть нежели мой ноутбук например к проводу был подключен я счастлив рад еще раз покажу статус вот на 5g на 5 гигагерца у меня это все переключилась я даже не обратил внимание но здесь у нас что вай фай вай фай свойства свойства вот 5 гигагерц он выбрал 865 360 ну ребят я счастлив рад вот реально если кто-то пожелает приобрести роутер который я сегодня освещал я вам просто рекомендую на этом я заканчиваю до забыл вам показать тот роутер который вера и правда мне прослужил четыре года вот этот роутер и я покупал где-то примерно четыре года назад на тот момент он был достаточно мощный достаточно хороший но средний средненький я не помню цену вот the link модель у нас настроиться gear 825 ну тоже если у вас нету особой придирчивости к скорости если у вас дом деревянный у меня дом железобетонный не пробивает вот достаточной скоростью вот если кому надо модель дир 825 тоже рекомендую для начальных начальных познаний интернета всем привет но между ними еще бы еще много роутеров которые мне абсолютно не нравились я их продал остался у меня один роутер но он не того такого формата да все они были двух диапазонные но не было именно того что я хотел вот китайские роутеры именно когда вы приобретаете роутеры ищите именно китайские роутеры которые не будут резать скорость которые не будут резать мощность и плевать на все остальное на этом заканчиваю всем привет